Дети в поселке Песчанка, что живут на улице Николая Бурдинского, самые удачливые на территории окружного учебного центра. А их родители поседеют раньше времени. Доказательства, прямо скажем, налицо. 24 сентября группа «Ребят» играла вот на этой импровизированной площадке футбол. Мяч улетел к ручью, там-то детвора и заметила довольно увесистый зеленый ящик, которого раньше сто процентов там не было. Какая первая мысль появляется в голове у мальчишек, обнаруживших запаянную коробку? Правильно, ее нужно вскрыть. Принесли его на площадку, пытались расковырять. Кто-то из детей принес молоток, кто-то камнем, ковыряли. Расковыряли маленькую дырочку, дальше не смогли. Принесли домой, мама, помоги. Незабываемое ощущение получили матери десяти мальчишек в возрасте от четырех до двенадцати лет. Не нужно было быть экспертом, чтобы понять, что в ящике что-то взрывоопасное. Вызвали полицию. Городские службы сработали оперативно, спасибо им большое, там в течение трех-четырех минут все уже были на месте. Ну, получается, определили, что это военные какие-то взрыватели, то ли танковые, то ли противотанковые, я не разбираюсь. Вызвали военных саперов. Военные саперы приехали забирать 25 сентября. Почти сутки опасные игрушки пролежали, правда, под охраной дома. Почему так долго, неизвестно. На просьбу Екатерины осмотреть территорию рядом с находкой на наличие подобных же вещей ответили отказом. Хорошо, что хоть эти взрыватели забрали с собой. Они сказали, вы обращайтесь в военкомат, заявку делайте, мы приедем. По обращению в военкомат мне было отказано. Сказали, этим должна заниматься полиция. Полиция этим не должна заниматься, так как это военная территория, военные снаряды и все такое. Бегая по военным инстанциям, ну, действительно, я уже обошла ни одного человека, ни один кабинет. Вот вчера посоветовали, позавчера мне посоветовали обратиться в военную прокуратуру на Амурской-1. Я съездила туда. Они мне выслушали, посоветовали в военную полицию обратиться, так как это действительно военные земли. Военная полиция сказала, как бы мы с этим ни разу не сталкивались, но так как это часть военного городка, дивизии обратиться к командиру дивизии. Дальше КПП Екатерину никто не пустил, а командир дивизии, на землях которого валяются бесхозные взрывающиеся устройства, так и не узнал, что жители опасаются за жизнь и здоровье своих детей. Ощущение, когда вы узнали, что ваш ребенок играет за четыре часа? Ну, конечно, это напуганно было и переживали за детей, потому что им играть здесь негде, они лазят везде. Самостоятельно осматривать прилегающую территорию люди не решаются. И правильно. Есть специальные службы, армия, есть определенного рода протоколы, которые необходимо соблюдать, не дожидаясь, когда мальчишки найдут еще что-нибудь. Но откуда этот ящик появился здесь? Сами дети утверждают, что его там точно не было. Теперь в поселке только и слухов, что о взрывчатке под мостом. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ.